Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня я хочу познакомить вас с чудесным сортом Клематиса, который называется Карин. В наших садах он достаточно еще редкий. Выведен он в 2013 году, а в 2015 году был представлен на выставке цветов в Челси. Автором этого сорта является Раймонд Эвисон. Красивый, низкорослый сорт. У кого-то он уже растет в саду, кто-то только мечтает о нем, а кто-то про него даже еще ничего и не слышал. В моем саду он тоже совсем недавно, но уже успел покорить мое сердце. Очень красивый сорт, очень понравился. С красивыми белыми цветами у основания каждого лепестка по центру имеется продолговатый розовый мазок, что делает цветок очень интересным и узнаваемым. Лепестки плотные, заостренные, размер цветка 12 сантиметров. Цветы держатся достаточно долго. Куст, который рос у меня с начала весны в теплице, держал очень и очень долго цветы. Цветы со временем немножко выгорели, стали зеленоватыми и похожими на искусственные, такие фарфоровые. Сорт очень красивый, очень интересный. Еще более интересным этот сорт делают тычинки. Они сами по себе светлые, а вот пыльники двухцветные. Они в вертикальную полоску, пурпурную и белую. Эти тычинки придают такую нежность и воздушность цветку. А в полном распуске, когда весь цветок раскрывается, тычинки распушились. Это не цветок, а просто очарование или даже можно сказать это просто совершенство. Заявлен высоту он около 90 сантиметров, максимум 120. Я выращиваю в горшке свои кустики. Высоту они показали себя не более 70 сантиметров. Возможно, в открытом грунте сорт и заявленную высоту возьмет в 120 сантиметров. А вот в горшке не показывает, не берет эту высоту. При выращивании в открытом грунте клематис можно высаживать на переднем плане, так как он невысокий. Можно высаживать в центре цветника. Подойдет он как компаньон к невысоким плетистым розам, к чайно-гибридным розам. К розам группы флорибунда. А также отлично прикроет ножки высокорослым клематисом третьей группы обрезки. Цветение у которых начинается на высоте от 1 метра. Вот именно вот эту часть, 1 метр, который не усыпан цветами у высокорослого клематиса, может прикрыть клематис карин. Он тоже относится к третьей группе обрезки. На зиму его необходимо обрезать на высоте 2-3 пары почек от земли. Клематис зимостойк, это заявлено производителем сорта. Мои клематисы выращены в контейнере, прекрасно зимуют в неотапливаемой теплице. Напомню, что сад мой находится на юге. После цветения обязательно все отсветшие цветы необходимо удалить. Я удаляю не конкретно каждый отсветший цветок, а срезаю всю часть побега, на котором было цветение. Кстати, самое время сейчас напомнить, что у нас на юге, а это Краснодарский край и, возможно, в Ставропольском крае, многие сорта клематисов третьей группы обрезки уже отсвели или отсветают. Поэтому обязательно необходимо провести обрезку кустов. Как это правильно сделать? У меня есть видео, ссылочку оставлю в описании к этому ролику. Обязательно посмотрите и проведите эту обрезку. Сейчас середина лета и в нашем теплом климате клематисы успевают нарастить зеленую массу и снова зацвести. Зацвести ярко и обильно. Напомню, что это обрезка для южных регионов. У нас клематисы зацветают рано и отцветают достаточно рано. Успевают к середине лета отцвести и после правильной обрезки и правильного ухода зацветают повторно. И возвращаясь к клематису Карин. Клематис устойчив болезням и вредителям. Почву предпочитают легкую и питательную. Любит подкормки, а при выращивании в контейнере подкормки необходимо увеличить. Подкармливаю я его комплексными минеральными удобрениями с содержанием азота, фосфора, калия и микроэлементами. А также органическими удобрениями. В основном я предпочитаю настой трав, на которые климатисы реагируют достаточно бурным цветением. После обрезки климатисы получают такую же подкормку. К концу лета, в начале осени климатисы получат у меня подкормку осенними удобрениями без содержания азота. Осенняя подкормка обязательно климатисам, особенно растущим в контейнерах. Для того, чтобы они окрепли в зиму и хорошо перенесли в холодное время года. На сегодня у меня все. Благодарю, друзья, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой Яндекс.Дзен. Туда я дублирую свои видео. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok